И к другим темам. Институт проблем законодательства и парламентских исследований при Алии Маджлиси провел пресс-конференцию, посвященную итогам проделанной работы в 2021 году. Звучали конкретные цифры и факты. Так, за отчетный период институт предоставил палатам парламента 32 научных заключения по действующим законам и законопроектам. Продолжение по 7 проектам постановлений. Кроме того, при учредительстве института было издано 4 номера научно-практического журнала «Были тем проблем законодательства». Также сотрудники института издали 227 научных и научно-популярных статей в различных изданиях, то есть и национальных, и в зарубежных. Кроме того, сотрудники института участвовали в качестве докладчиков в 146 международных конференциях и круглых столах. В ходе пресс-конференции отмечалось, и институтам проведена значительная работа по линии международных отношений. Разработаны предложения по проекту Конвенции ООН о правах молодежи. Специальная резолюция просвещения и религиозная толерантность. Международная резолюция о повышении роли парламентов в достижении цели устойчивого развития и обеспечения прав человека. Кроме того, в прошлом году организовано 17 международных конвенций, научно-практических семинаров, круглых столов и встреч. Следует отметить, что институт является модератором веб-портала «Минификрым». Через этот веб-портал за 2021 год поступило 888 электронных коллективных обращений граждан Республики Узбекистан. Из них 14 были выложены на веб-портале для всеобщего голосования. Из этих 14 обращений 2 получили достаточно голосов и по этим обращениям были приняты соответствующие решения ответственных государственных органов. На встрече говорили и о том, что институт назначен ответственным за проведение по повышению и укреплению позиции Узбекистана в индексе демократии стран мира. В ходе исследований был изучен опыт 25 стран мира. В центре внимания участников и вопросы, связанные с трудовой миграцией. В настоящее время у нас имеется достаточно эффективное сотрудничество с институтом в плане законотворческой деятельности и в осуществлении парламентского контроля, а также в осуществлении международного сотрудничества законодательной палаты с парламентами других стран. В ходе сотрудничества с многосторонними парламентскими организациями рассматриваются вопросы трудовой миграции. Подготовлен законопроект о внешней трудовой миграции. И в этом законопроекте будут учтены все эти международные требования, которые на сегодняшний день необходимо реализовать, имплементировать в наше законодательство. Продолжение следует...